Хотела успокоить путем насилия. В металлургическом суде начался процесс над молодой матерью, которая избила двухлетнего сына так, что порвала почку. Теперь женщине предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Неисполнение родительских обязанностей, причинение вреда здоровью и истязания. Чем малыш так разгневал свою мать, знает наш корреспондент Татьяна Лаврова. Мать двоих детей ведут в зал суда под конвоем. В СИЗО 29-летняя женщина с ноября прошлого года. И вот следствие причинения малышу серьезной травмы закончено. Дело передано в суд. На заседание проводят в закрытом режиме. В качестве свидетелей выступают соседи. Она-то и убила. Мы точно знаем. Мы с мужем способы с вами, а у них, ну, на спорте убили. Она над нами. У нее здесь зал. И вот она, чтоб ты сдох, чтоб ты сдох, чтоб ты сдох ребенку полтора месяца. Все случилось в этой десятиэтажке в Калининском районе. По словам соседей, 29-летняя женщина воспитывала детей в строгости. Двухлетнего сына и четырехлетнюю дочь местные жители иногда виделись синяками. Она коляску взяла и вывела. А девочка хотела за коляску взяться и повезти ее. Она ее как схватила, посадила, как начала ее по щекам бить. Ой, я не могу. Но в полицию об этом никто из соседей не сообщал, пока двухлетний малыш не попал в больницу. Уже в медучреждении женщина решила наказать мальчика за плохое поведение. Ударила ребенка по пояснице так, что причинила разрыв почки. По данным следственного отдела по металлургическому району, медики, увидев критическое состояние мальчика, срочно прооперировали его. Об инциденте сообщили полицейским. И когда к делу подключились служители закона, рассказы соседей приобщили к материалам дела. В ходе которого установлено, что жительница Калининского района города Челябинска совершила ряд преступлений в отношении своих малолетних детей, в том числе неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, совершение тяжкого вреда здоровью, а также истязания. По результатам предварительного расследования утверждено обвинительное заключение в уголовное дело направлено в суд. Известно, что подсудимая воспитывалась в приемной семье. Видимо, эта же участь ждет и ее детей. Сейчас дочка и сын обвиняемы в доме малютки, а матери за истязание детей грозит до 10 лет лишения свободы.